всем привет кто меня смотрит в предыдущем видео мы запускали оплеснитель в этом видео я покажу и расскажу как его останавливать кто не видел как производится запуск оплеснителя рекомендую посмотреть также следующее видео будет о том как устроен оплеснитель изнутри мы его будем разбирать будем разбирать испарительную конденсаторную часть постараюсь по максимуму рассказать и показать что там куда и зачем теперь собственно приступаем к остановке оплеснитель перед нами оплеснитель пластичного типа мы видим что он работает работает инжекторный насос дистилатный соленый с данным моментом 2 пм давление нагнетания дистилатного насоса 2 бара видно что ломитр крутится не знаю камера это передаст или нет не видно первое что мы делаем мы закрываем питательной химией затем мы полностью открываем вайпасный клапан греющей воды теперь поток на испарительную пластинок будет меньше и температура будет снижаться температура в оплеснителе сейчас 48 градусов нам необходимо ее постепенно снизить дистилатный насос также продолжает работать соленость 1 пм ваннули то видно что производитель нас его упала так как я открыл мой пасный клапан то есть сейчас оплеснитель начинает постепенно остывать у нас заборная вода сейчас 20 градусов остывать он будет быстро и охлаждение на главный двигатель у нас хватает поэтому начинаем прикрывать вход греющей воды так же как и при запуске спешить не нужно закрываем не спеша температура уже 42-45 градус видно что оплеснитель при доход температуры также агентирует пар то есть вода при хорошем вакууме закипает раньше чем 45 градусов Температура 40 градусов, прикрываю еще под греющей водой. Уже в принципе смысла не вгонять 10-клатный масос, так что мы его устанавливаем, нажимаем кнопку стоп. Затем закрываем двойник от дистилатного насоса, который находится после нашего счетчика. Все, насос у нас стоит, клапана закрыты. Прикроем еще немного под греющей водой. Сразу же прикроем выход, сразу наполовину открываем. Температура в обрисителе уже 38 градусов, это быстро остывает из-за того, что запортная вода холодная. Когда вода пить более градусов, остывает он намного более длиннее. Все, закрываем полностью под греющей водой. и закрываем полностью выход греющей водой. Все, сейчас греющая вода у нас не поступает на испаритель. Так же выключаем соленометр, чтобы ночью не потревожил. Сейчас немного подождем, чтобы вода охладила испарительную часть, затем закроем этот питательный клапан, установим эжекторный насос и в принципе все. температура уже 36 градусов, уже можно закрывать питательный водой. Ставаться с подождением, там подождем. Вnhо. С证-пад. Сugs. С». Угенер. Су — Принцов. Су — пищевар. Заме. Пищевар. Су — Пищевар. Су — Су — Питательная вода закрыта Сейчас эжектор откатает всю воду из-за оплеснителя И можно останавливать насос Останавливаем все горторы, желтый аркан и стоп Сразу же закрываем клапан после эжектора Затем пойдем вниз и закроем все клапана на нижней палке Субтитры создавал DimaTorzok Это у нас эжекторный насос Нам нужно закрыть клапан до насоса, после И клапан выхода за борт Закрываем перед насосом Закрываем после насоса Закрываем после насоса Субтитры создавал DimaTorzok Теперь сразу закрыть клапан выхода за борт Закрыли Все клапаны подписаны За этой переборкой уже находится океан Сейчас мы находимся в Атлантике Так происходит с остановкой оплеснителя Как говорили ранее, следующее видео будет про разборку оплеснителя Так что подписывайтесь, ждите Думаю, будет еще много чего интересного На этом все Ставьте лайки, делитесь видео Всем удачи и пока Всем удачи и пока